Понеслась! Всех приветствую, мистер Пикклс! Наступило время взять Англию. У нас это последняя трасса третьего Дизиона, 2340 баксов, оружия нету, но оно и нам не понадобится. Можно будет хорошую затрещину кому-то прописать, кто посмеет тут мистеру Пикклса палки в колеса ставить. Мистер Пикклс, законное восьмое место сразу организовать мне, вот так вот. Олег настигает, но Олег ничего у него не выйдет сегодня. Мистер Пикклс строго на победу должен быть настрой. Так, едем аккуратно, 150 миль выжимаю. Иногда мы ускоряемся сверх нашей нормы, это наверное как-то на поворотах или крутые дрифты. Слушайте, Аликс за нас взялся. Аликс это неприятель еще с одной из первых серий. Он вооружен цепью и мистеру Пикклсу пришлось Аликса подставить. Посмотрите Аликс как настигает, ничего себе. Аликс, что такое? Что-то Аликс произошло, может у тебя удал цепью по мистеру Пикклсу? Но я Аликсу тоже пытаюсь прописать, как могу. Аликс, смотри не вречься в синюю машину. Нина впереди, Нина очень опасный противник. Очередная синяя машина. Нина получает кулаком, не получает. Мистер Пикклс в дрифт езжает. Нина слетела с байка, Хонда и Акира преследуют. Это парни горячие из азиатских, любят аниме очень сильно смотреть. Везунчик впереди, это пятое место уже. Какая-то очень динамичная гонка у нас сегодня поначалу. Но мистер Пикклс, главное не врезаться нигде. Везунчик впереди, так. Вот этот парень вооружен Лаки Бой. Во-первых, он любит очень игру Фоллаут, это мы уже знаем. Во-вторых, он вооружен маслом и может нам сбросить под колеса. И нельзя этого допустить ни в коем случае. 36 миль, это даже не треть трассы еще. Но у мистера Пикклса уже второе место. Неплохо мистер Пикклс, главное не растерять. И мистер Пикклс, как только подумал о том, что победа близка, вписался в синюю машину и занял свое шестое место. И Нина обгоняет, даже шестое нам не оставляет. Ничего страшного, Нина, приготовься. Она что-то сильно пробила, кстати, байк от этого удара. Потому что на высоких скоростях... Нина, на, получи легкую затрещину, чтобы ты не расслаблялась нынче. И Нина сбросила нас. Опять пробила нас под байк. Посмотрите, что происходит. Хо-хо-хо. Мистер Пикклс, набираем скорость быстрее. Везунчик сзади. Что-то нам сильно байк пробивает? Ну давай, мистер Пикклс. Не надо это, не надо расслабляться. Может быть машины сильнее пробивают байк, чем офицер здесь еще, господи, столпотворение какое. Офицер 21 какой-то. Везунчик использует свое масло. Еще интересная штука такая. Оружие, которое требует зарядов, то есть тот же баллончик, как у Нины, или масло, как у везунчика, оно заканчивается только у игрока. А у противников оно вечное. То есть Олег может или везунчик может вечно спавнить маслом по трассе. Наверное. Но мне почему-то всегда так казалось. Тем не менее, проезжаем какую-то красную будку, фиолетовую машину, избегаем столкновения, и второе место держит мистер Пикклс. Действительно настроен на победу, но еще ехать и ехать. Надо, наверное, аккуратно ехать, не спеша. Просто впереди Нина, меня второе устроит вполне себе. Я хочу вырваться из треклятого дивизиона, Нина. И поэтому никому не спущу здесь. Ха-ха-ха, первое место, мистер Пикклс. Бола отлетел. Не, Бола был сзади. Замахнулся Бола монтировкой, и мистеру Пикклсу прописал легкую затрещину. Впереди офицеры сейчас. Слушайте, еще вертолет может быть. Офицер 23. Я посигналил офицеру, показал, что собираюсь поворачивать направо. Опасный прыжок, мистер Пикклс. Первое место держим все-таки каким-то образом. Корова. Мистер Пикклс врезался в корову. Байк вообще разбитый. Что это такое? Объехать корову. И третье место держим. Ой, кто-то задавил корову. Это Уолли. Уолли не сдержался, наверное, свои реднаковские привычки не смог сдержать. Мистер Пикклс, надо хотя бы доехать эту трассу. Больше врезаться нельзя, потому что разобьешь байк. Очень аккуратно надо ехать. 87 миль еще. Ехать и ехать. 20 миль как минимум. Кто-то нычаками замахнулся. Аккуратно синяя машина. Объехал первое место. Взял мистер Пикклс. 152 мили. Как-то хорошо разгоняется наш байк, ребята. А не, вот обычная скорость получилась. Я еще не уловил, каким образом можно набрать дополнительной скорости. Может, как-то на поворотах это можно делать. Первое место 90 миль. Не смотреть на счетчик спидометра надо и на счетчик миль. Надо просто смотреть на трассу. Я сегодня играю, кстати, в окошке. Не, на полной игре, но может поэтому легче как-то ехать. Но как легче? Все равно я три раза вписался очень эпично. А еще классно вписываться в машину или в какой-то бордюр. Первое место бистер Пикклс? Добыть этого не может. Ну, слушайте, фортово достаточно получилось. Неужели мы пройдем? Тут захватили кого-то. Это Бола, который нас преследовали. Бола готов. Бистер Пикклс прошел 5 из 5 трасс на этом этапе. 4 тысячи баксов. Бола второй. Иволли. И на мото. Никто из вас не сравнится со мной на этой трассе. И на мото. Увидимся в четвертом дивизионе. Этап четвертый. Первая трасса Германия. Первым делом в магазин идем. 13 тонн. Спортивные байки. У нас вот этот Диабло уже твой. Загреженный на фул. ДМГ можем себе купить? Не можем, ребята. Не можем. Потому что денег не хватает. А супер байки я хочу вот этот. Я хочу Кавасаки 750. Потому что на отличный байк поставлена современная нитроустановка. А потом уже будем думать. Но это надо 21 тонну. Но четвертый дивизион. Тут у меня все куплено. Четвертый дивизион. Он располагает к тому, чтобы фармить хорошо. На нем мы точно будем фармить. Выбор трассы. Смотрим. Германия. 12,7 миль. Пронеситесь на огромной скорости по этим заснеженным трассам. И следующая. Кения. Стаи диких животных бродят на бескрайней африканской саванне. 12,7 миль. А не, это Германия. Кения. 14,1 миля. Австралия. Гонка по этой трассе превращается в борьбу со стихией. 13,5 миль. Италия. Море виноградников разлилось по этим прекрасным холмам. 12,5 миль. Япония. На дорогах Японии очень много пешеходов и велосипедистов. Мы поем Японию. Потому что там какой-то японец очередной выпендривался. Мистер Пикклс, хоть и безоружный, но попробует ему навалять. Японию помним, что она трудная. И сейчас заценим, как бы наши шансы. Хонда сразу получает тут, потому что нечего расслабляться. Очень темная трасса. 150 миль. Мы на 14 месте. Я не могу вообще никого догнать. Наверное, придется брать байк из спортов. Какой-то первый, чтобы хотя бы формить. 12, 13 место, ребята. Силы байка вообще не хватает. Драка сразу на мотоциклах. Понятно, тут кто-то замахнулся. Трасса очень красная. Пешехода первого уже... Хидуичи, а Мамото, наверное, как-то звали его. И мы его уже сбили. Так, ЕМ вперед. Хонда продолжает гонку преследования. Это 12 место. Ничего не видно. Машины зато у них зеленый. Офицер первый. Офицер Чудзы, наверное, звать офицера. Мы на Японии, кажется, не попадались. А мы уже попадались, не знаю. Десятое место. Очень трудно будет здесь уже играть. Но это все-таки четвертый девиз. Серджио получает. Кто еще тут с нами едет? Нас преследуют у них уже очень классно. Тут начинается настоящий роутрэш. Алекс получает. Это я все кулаком им наваливаю. Серджио впереди. Полена перепрыгнул. Мистер Пикклз. Очень веселая музыка. Сегодня что-то музыка тише. Надо будет сделать погромче. Потому что очень плохо ее слышу. Зато хорошо меня должно быть слышно. Так, Хонда и все остальные разъехались. Ребята. Десятое место. Мистера Пикклза не устраивает. Как на фарм. Этого мало. Потому что, слушайте, я бы больше денег заработал на прошлом дивизионе, наверное. Девятое место. С борьбой просто вырываем. Четвертый дивизион доставляет. Доставляет. Едем пока что. Мы 40 миль отъехали. Это мало. Это мало. Тут только 12. Мистер Пикклз в корову врезался. И пятнадцатое место. Сейчас будет наше. Судя по всему. Кони тут. Кони мои кони. Мистер Пикклз быстро набрать скорость. Нам надо срочно новый мотоцикл покупать. Просто срочно. Любой, который быстрее. Хоть немного. И в корову не врезаться. 14 место нам вообще за это денег не дадут. Скажут. Будут смеяться просто мистером Пикклзом. Полицейская машина впереди. Ее надо объехать любой ценой. И не врезаться. Мистер Пикклз замели. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну вот познакомимся с японскими офицерами. Собака. Но хотя бы не кусается. Эй. Что это такое? Лужа небольшая. Да. Посмотрим цену штрафа. Хм-хм. Сакура. Вы нарушили закон гонщик сан. Я должна выписать вам страх. 800 баксов. Не проблема для такого мото-гонщика как мистер Пикклз. И нам предлагают трассу Германия. Слушайте. Мы на Германии тоже застревали. Мне надоело играть в Германию. Давайте Австралию мы уже сыграем. 13,5 миль. Но мы за сегодняшнюю серию сыграем наверное все трассы дивизиона. Денег мы не получили. Мы только потратили. Хонда. Поэтому на первую затрещину. Тут уже посветлее. И можно нормально играть. И тут музыка еще из Road Trash. Заглавная тема. Австралия. Да. Борьба со стихией. Хонда настигает. Слушайте. Очень опасно. Мистер Пикклз. Так. Впереди две машины. Объехать их. Мистер Пикклз. Врезался в машину своего же цвета. Это кто-то подсветил фарами. Быстро надо и решительно занимать хоть какое-то шестое место. Я тут уже согласен даже на такое. Машины столкнулись друг с другом. Ну то да. В Австралии все очень любят фильм. Который популяризовал их страну. Безумный Макс. Первый. И второй. И поэтому тоже устраивают безумные гонки. Кстати ребята. Насчет гонок. То я ознакомлюсь уже с вопросом. По поводу игры. Которая будет гоночный симулятор. У нас следующий. После Road Trash. За окном кстати подтверждает. Какой-то грузовик едет. И шумит так. Что вам даже должно записаться этот звук. Я короче много попробовал уже. Ну как много. Несколько гонок. И что-то ни одна мне не нравится. Просто апокалиптические пробовал. Один из вариантов это Twisted Metal. Или Twisted Metal называется гонки. И еще одна. Просто апокалиптик Маем. Я вчера себе ее заинсталил. Попробовал. Ну какая-то она несуразная. Там нету такой кампании. Как в Road Trash. В Road Trash мне просто геймплей нравится. Там есть имена правда. Вот в этом постапокалиптик Маем. Но он слишком аркадный. Слишком аркадный. И надо на геймпаде там играть. Там надо подбирать оружие. Которое стреляет вперед-назад. И я что-то не смог понять в принципе. Как в нее играть. Там насколько я смог понять. Надо зарабатывать фраги. То есть уничтожать противников. И это. Мне не очень короче она зашла. Но там красивые карты очень. Все-таки игра более-менее современная. Какого-то там десятых годов. Мистер Пикклс. И в принципе ее... Она один из кандидатов. Если я ничего лучше не найду. Еще я нашел игру. Называется Экс Машина. Но это от русских разработчиков. А я к русским играм очень тяжело. Тяжелые отношения. Потому что очень мало из них можно назвать качественными. Но если забежать вперед. То можно конечно же космических рейнджеров назвать. Очень качественной игрой. Боже мой. А и Кинз Баунти переиздание. Конечно же великолепная игра. Ну и еще пару игр наверное стареньких. Не знаю. Квесты неплохие были с юмором. Это Василий Иванович и Петька такие. Но я квесты не буду делать на канал. Никогда. Вот. Ну не знаю. Экс Машина. Там РПГ конечно. Элементы. Но я что-то даже ее боюсь начинать пробовать. Третья часть. Экс Машина. Называется Аркейд. Аркада. Ну может быть там гонки какие-то есть. Не знаю. Посмотрим. Еще есть вариант. Который я спойлерить не буду. Если он меня захалывается. То эта игра точно появится после. Роад Раш. Она достаточно старенькая. Но она очень крутая. И это фантастические гонки. Но я так посмотрел. Ох. Ничего себе. Электрической дубинкой. Мистер Пикклс получил. И нас хотел у Оли столкнуть. Сейчас надо перестать говорить про другие игры. Сосредоточиться на трассе. Потому что идет борьба за шестое место. Вертолет появляется. Сейчас вообще зевать нельзя. Забудь обо всех других играх. Сейчас строго Роад Раш. Вот. Но я когда начинаю заговариваться. Я захватил эту дубину у Оли. Ну Оли приготовь свои булки. Оли действительно Редник. Это подтверждено. Оли получает. Сейчас надо его сбросить. Я не успеваю переключить оружие. Оли. Надо его сбивать. Оли. На-ка еще раз. И на еще раз. Оли этого мало. Я надеюсь что ты в стол где-то впишешься. Вот так вот. Оли подтвердил свой статус Редника. Он наверное этой электрической дубиной скот погоняет у себя на ранчо. Оли. Правда. У меня остается 4 заряда этой дубины. Неплохое оружие. Но только надо переключаться на другое оружие и сбрасывать туда оппонентов. Это очень накладно. Но это может быть очень эффективно. Мистер Пикклз ударился в машину. Это четвертое место было практически. У нас еще там сколько? 3. 30 миль в запасе. Быстрее набрать скорость. Наташа обгоняет даже на пятом месте. Наташа следует за мистером Пикклзом. Так. Едем вперед строго. Тратится заряд даже когда... Вертолет впереди. Тратится заряд даже тогда, когда я ни по кому не попал. Это не честно, я считаю. Вертолеты продолжают преследование. Надо ехать зигзагами и ни в коем случае не попасться. Мистер Пикклз, как ты смог слететь здесь и тебя замели? В песчаную дюну попал. Посмотрите. Ну давайте познакомимся с австралийским полицейским. Собака ничем не отличается от японского. Мы деньги теряем. Мы теряем сейчас 1600. У Вилкокс. Что-то ты очень быстро сдался. Говорит Уилкокс. 800 баксов. Наверное 799 баксов и Германию нажал случайно. Ну давайте съездим. Оружие есть уже. Уилкокс наверное 799 баксов. Себе в карман сразу заныкал. Знаем мы этих австралийцев. Едем в Германию. Хорошо. Тут было 12,5 миль тоже. Да. Четвертый див будет очень крут. Алекс. Что ты там выпендривался? Ничего себе Олег. Втолкнул нас на паучи. Нина. Старая подруга. Мне нравится. Очевидно удар электрошока. Нина любит всякий БДСМ. Я правда не помню ее картинку. Вроде бы да. Такая же любит. Мистеру Пикклзу определенно нравится эта палец. Слушайте. Электрический урон добавляет. 1Д8 электрического урона. И остается один заряд. И он наверное на Олега надо переберечь. Десятое место мистер Пикклз. Давай хоть одну из трассы сегодня доедем до конца в этом четвертом дивизионе. Так прыжок. Задавил я лыжника какого-то. Ганса наверное. Мистер Пикклз. Десятое место. Ну байка мощности вы сами видите ребята. Не хватает. У них мотоциклы в разы быстрее просто. И поэтому я на десятом плетусь просто за ними. Надо срочно покупать. Акира впереди. У Акиры были нунчаки. Акира получает. И все. У меня кулаки остаются. Надо выбить еще какой-то ствол. Оружие. Впереди Бола. Бола вооружен курьком. Кровсбаром. Мистер Пикклз. Вписался в машину просто. Еще кто-то с нами вписался. Потому что десятое место держим. Так. Набрать быстро скорость. Это треть трассы где-то мы проехали. Четверть. Четверть. Ну и Германия да. Действительно скользкая. Не хватает нам байка. Надо было доформить немного. Третий девиз. А я уже туда вернуться никак не смогу. Я смогу только на четвертом деньги все потратить. Нам нельзя тратить деньги. Нам нельзя их тратить. О. Бола слетел. С байка. Все-таки трасса скользкая. Не только для мистера Пикклза. Аккуратно вхожу в дрифт. Акира впереди. Надо его Акира на мчаке попытаться взять. Акира. Замахнись только. Молодой человек. Не. Не хочет. Смотрите. С ногой решил кунг-фу показать. Акира. Посмотрим чье кунг-фу сильнее. На скользкой трассе заснеженной. Мистер Пикклз. Нельзя выезжать навстречку. Надо аккуратнее действовать. Наташа безоружна. И безвредна. Акира настигает. Акира получает затрещину. Вторую затрещину. И не сдается никак. Акира. Третья затрещина сейчас будет. Сейчас нельзя драться. Потому что повороты начинаются. Аккуратно мистер Пикклз. Входим в поворот. Акира преследует. Ничего не видно впереди. Серджио еще. Акира. Непонятно что происходит ребята. Ой-ой-ой. Объезжаю. В машину сейчас врежусь. Ну и с нами Серджио кажется врезался. Я еще по его мотоциклу проедусь. Чтобы он не выпендривался сильно. Восьмое место у нас. Это плохо. Это плохо. Надо какое-то четвертое брать. Пятое. Может даже шестое. Шестое. Может за него какие-то баксы дают. И мы тут будем фармить явно. Потому что пока мы байк новый не купим. Мы ничего не сделаем. Акира получает затрещину. Это мистер Пикклз ознаменовал победное шествие фарма. Акира. Еще затрещина получает. Смотрите. Акира обходит нас с легкостью просто. Акира. Три удара кулаком выдерживает и слетает с байка на трассу. В сугроб просто, Акира. Охлади свой пыл. Потому что я знаю тебя, Акира. Анимэно смотришься и очень горячий становишься. Впереди спуски. Я не вижу, что впереди. Вот когда такие спуски происходят, очень... Можно влететь в машину. Кто-то, кстати, и влетел. Вот. ББ прожимаю. Не, ничего это не дает. Наташа впереди. Шестое место законное, мистер Пикклз. Сам Сатана должен сейчас поспособствовать мистеру Пикклзу. Сбил туриста какого-то. Фрау Гретель. Прошу прощения. Фрау Гретель. Не надо вспоминать про Сатану, мистер Пикклз. На самом деле в мультсериале Сатана это же все просто образы. Все просто образы. Там собака получил от Инамота. Инамота не шутил, когда говорил, что примется за нас. И сейчас неплохо пробил. Камни можно опрыгивать. Впереди фиолетовая машина. Я объехал каким-то чудом только что заграждение. ХП отрегенил. Но еще не полностью. Мистер Пикклз очень медленно регенит ХП. Сейчас можно врезаться. И так и произошло. Полицейский впереди. Полицейский ждет, не нападает. Так, офицер 31. И что-то там застрял. В Германии. Может сосиску ест. На самом деле. Мистер Пикклз, давай доедем хоть одну трассу до конца. Пожалуйста. На девятом месте. Ну а что поделаешь? Офицер 31 берет скорость. Слушайте, попытался у меня остановить офицер 31. Не допустить этого ни в коем случае. По камням, значит, можно прыгать. Это тоже неплохо. Надо сейчас набрать скорость, хоть какое-то место взять. Ну давай хотя бы седьмое, мистер Пикклз. Сержио тем более впереди. Сержио уже сзади. Не, Сержио все еще впереди. Это кто-то там с ним. Это Уолли был. Мистер Пикклз, серьезный поворот. Аккуратно объезжаем машину. Сейчас просто повезло. Я не контроливал этот момент. Так, седьмое место. Номер один впереди. Но номер один уже не такой фартовый, да? Как в третьем дивизионе. Трудно достаточно. Впереди фиолетовая машина. Номер один. Попытался его сбить, но это не всегда получается. Уолли. Олень какой-то. Вот это прыжок, мистер Пикклз. Аккуратно сейчас. 119 миль. Почти доехали. Так, номер один. Получает за трещину. Легкий дрифт. Пятое место. Мистер Пикклз захватил цепь. Отлично. Еще кому-то прописал цепью. Серьезный поворот. Сейчас можно врезаться. Не вречься, не вречься. Пятое место держишь, мистер Пикклз. Уолли впереди. Шестое место. Уолли обогнал. Ну, я согласен, это половинка, потому что шестым финишировал и цепь захватил. Посмотрим, сколько за шестое место дают денег. Обольют грязью, конечно же, проклятые. Смотрите, какой грузовик едет. Это, наверное, муж фрау Гретель, которую мы сбили. Ганс какой-то. Так, а тебе они напишут даже самая бульварная газетенка. 1200 дают. Мы практически отбили... Наташа первое место взяла? Мы практически отбили штрафы наши. Хм, следующая Италия. Ну, давай. Италию съездим. Тан-та-дан, тадан, тадан. Италия сложная была, потому что Италия... Ну, у нас цепь теперь есть, мистер Пикклз. Победоносно закрутить цепь. Можно вот так вот делать и крутить ее. Но вот эти финты не надо делать, потому что тут у нас... Надо формить деньги срочно. Надо просто ездить трассы и... Их даже не первые места брать. Тут надо специально брать какие-то третьи, чтобы их не проходить. Хотя за первое место дают хорошие бабки. То есть, чем лучше мы... Мистер Пикклз. Чем лучше мы врежемся, тем мы... Медленнее приедем и меньшее место возьмем. Давай, набирай скорость. Так. Солнечная Италия, виноградники и пицца, конечно же. Черепашек еще нужно, ребята, обязательно запилить игру. Но черепашки были хорошие на NES. Вот это я вот думаю о них. На NES была отличная игра с ними, Торнамент Файтерс. Файтинг такой. Мистер Пикклз, как вспомнил о том, как всех разуподлотнял. Ох, ничего себе, меня сбила машина. Две машины подряд. Мистер Пикклз еле плетется на 15-м месте. Попал в аварию. Черепашки на Сеге не такие хорошие. Черепашки на Сеге, я помню эту игру. Это Hyperstone Haze. Там такие они себе. А вот на NES были очень хорошие. Вторая часть и третья. Ну и особенно хороши Торнамент Файтерс. Во. Правда, я уже вообще ничего не помню, как там играть и что делать. Там Рафаэль был самый крутой. Потому что у него какая-то имбовая была комбо его. Он всех засасывал там и всех побеждал. Во. Может где-то есть какие-то книжки, в которых эти комбинации ударов записаны. То можно будет пофаниться, кстати, на самом деле в эту игруху. Во. В черепашек, ребята, зарубиться. Именно в Торнамент Файтерс. Потому что... Мина тут из баллончика стреляет, посмотрите, прыскает. Именно в Торнамент Файтерс хочу поиграть, потому что я не хочу в битэмапы играть. У меня очень плохо они получаются. И мне на самом деле не очень нравится. Ну мне и файтинги не очень нравятся на самом деле. Но пофаниться чисто в черепашек можно. Еще. А по поводу Сеги, ну не знаю. Я планирую сделать ролевую игру одну. Ээээ... С консолей. Так что... Так что, ребята, Сеги и так достаточно, я думаю. Мистер Пикклс врезался в ограждение, и байк твой пролетел вперед. 12 место. Еще сломал елку. Давай набирай скорость. Нечего заговариваться. Вот когда начинаешь заговариваться, врезаешься. Тут нельзя этого допустить. Слушайте, тут просто животные разлетаются на куски. Вон, по этой трассе. По Италии. Аж жалко этих животных всех. Тут еще курицы должны бегать. И впереди Нина с баллончиком своим. Нина приготовила удар ногой. Нина получает удар цепью. Италия вроде длинная была, 14 миль что-то. Так, что-то за окном гремит. Сейчас дождь, наверное, начнется. Надо будет окном прикрыть, ребята. Потому что сегодня у нас жарко, парит. И вот оно дошло до своего апогея. Нина получила. Нина плотная достаточно. Много хп у нее. Аккуратно едем вперед, мистер Пикклс. Еще один удар по Нине. Нина сейчас попытается нагнать. Третий удар слетает с байка. Мы по ее байку тоже проехали. Немного его повредив. И вписался мистер Пикклс. Я видел эту машину. Не успел среагировать. Не успел. Нина нагнала. Посмотрите, как быстро она восстановилась. Ой-ой-ой. Срочно нужен новый байк, мистер Пикклс. Нужны деньги. Надо хотя бы... Офицер 41-й. Но этот итальянского офицера мы уже хорошо знаем. Как его Сержи звали? Или не помню тоже на самом деле. Но мы с ним уже встречались, стыкались. По-моему, во втором дивизионе это было. Так, объезжаем всех. Тут надо на поворотах их брать на самом деле, чтобы объезжать. Акира нынче ничего не противопоставил. А вот Нина опасная. Потому что если Нина попадет по нам из баллончика, мы точно слетим. С высокой и с высочей долей вероятности Нина второй раз слетает с байка. Это наше законное десятое место. И на упреждение влетает нас машина. Я разбиваю байк. Ну, рек, что поделаешь? Дождь нафился за окном. Посмотрим, какова цена байка. Так, мистера Пикклса. Успели спасти аварию, но байк мы не спасли. Посмотрим цену. Цена тысяча триста. Это Ганс тут у них, смотрите, всем завидует. Мотоцикл это не простой кусок железа. Это живой организм. Ремонт для мистера Пикклса дороговато вышел. 4570. Мы идем в убыток, ребята. Я, во-первых, сейчас что сделаю? Я запишу пароль на всякий случай. Я, потому что хочу прожать стоп-старт, увеличить громкость игры самой. И я закрою окно, потому что дождь уже хорошо слышно. Так что будет стоп-старт у нас. С этого самого момента мы продолжим. Продолжаем. Я сделал музон погромче. И мышку убрать можно. И можно ехать в следующую трассу. Следующая у нас пишет Италия. Подождите, ребята, выбор трассы. Мы какую еще не ездили? Мы еще в Кению не ездили. Ставят диких животных бороздят. Бородят в близкорайне африканской саванне. Она 14,1 миля. Трасса на выносливость, судя по всему. Ну, давайте попробуем. Еще я помню, что Кения это очень прыгучая трасса была. Цепь есть, кстати, у нас. Можно кому-то напиндерить этой цепи. Вот Алексу, например. Надо фармить деньгу, покупать байк. И... Ну, четвертый так быстро мы не выиграем. Это уже видно сразу. Потому что не хватает ни мощности мотоцикла. И в кабана вписался мистер Пикклс. Кабан так смешно встал. Просто, господи. Ну, что поделаешь. Тут туземные эти дома. Кения, да. Сразу же на высоте все. Просто на высоте. Теперь я боюсь, что музыка стала слишком громкой. Вот это тоже такие моменты. Трудно это все. Вот эту Сегу всю писать. Ну, ничего страшного. Мы с этим как-то разберемся. Правда, Хонда? Хонда вполне себе согласен. И удар цепью выдержал. Так, красная машина впереди. Хонда столкнул под дорожный знак мистера Пикклса. Сейчас мы сделаем вот так. Мистер Пикклс, быстрее давай оседлай свой бак. 15 место никого не устраивает в этой гонке. Во. Просто никого. Ни тебя, ни твоих фанатов. Ты должен набирать скорость и просто выезжать. Впереди туземец. Мы его объедем. Не будем сбивать. Вот это прыжок. Мастерство прыжка. Мистер Пикклс показывает. Впереди Хонда. Который посмел мистера Пикклса сбросить с трассы. Хонда получает цепью один раз. Мистер Пикклс его, кажется, тоже сбросил. Туземцев много нас, слушайте, на этих... На дороге прямо ходят. Ничего не боятся. Босиком, наверное, пустыню пересекают. Посмотрите. Так. Тут надо объехать аккуратно. Супер поворот. Легкий дрифт. Не удался. Тут, может быть, даже потяжелее байк нужен. Смотрите, в Кении вертолет завезли. Ничего себе. Сейчас надо очень сильно ускоряться, потому что вертолет будет за нас приниматься. Мистер Пикклс, никаких прыжков сейчас. И цепью сильно нельзя бить. По мне кто-то ударил. Вертолет идет на снижение. Крюком кто-то... Это Алекс замахнулся или Нина. Не могу понять. Нина получает. Мистер Пикклс прыгает. И надо сейчас ехать зигзагом пытаться. Вертолет не отстает просто. Вертолет отстал. 13 место. Это битва за 13 место. С вертолетом, Ниной, Олегом и прочими. Да, очень жестко. Но круто. Просто круто. Супер прыжок. Удар в прыжке. Еще удар в прыжке. Легкий дрифт. Олег замахнулся дубиной на нас. Но получает цепью. Мистер Пикклс. Давай-ка им всем сейчас наваляем. Тут Хонда впереди. Кому-то я не туда дал. 13 место. Мистер Пикклс. Не то, что надо. 11 место. Впереди Алекс. Слушайте, мы какие-то... Ой, туриста сбил случайно. Не туриста, а местного жителя. Хонда. И все остальные настигают просто. Сталкивают с трассой Мистера Пикклса. Серьезный дрифт. Это 14 место. Мы даже не можем взять. И трасса такая длинная. Но тут трасса ехать и ехать еще. Мы даже половину не проехали. Тут надо в поворот вот этот ходить. Слушайте, кто-то слетает уже с байка. Олег получает два раза сразу. Мне прописывает крюком. Аж занесло меня. Это 11 место. Мистер Пикклс выезжает вперед. Впереди машина зеленая. Так. Настигаем. Обидчиков. Олег чуть не попал под машину. Ему повезло. Сейчас вроде бы слетел. Впереди Наташа. Наташу трогать не будем. Разве что дружеские подколки какие-то классические. Пойдут Акира. Акиру нельзя перепутать с Наташей. Потому что Акира плохо к нам настроен на самом деле. Серджио обхожу. Восьмое место. Впереди фиолетовая машина. Под свет нашего байка. Позорно в нее врезаться. Серджио толкнулся. Получает два раза. Один раз получает Серджио. Но Серджио, давай-ка не будешь спешить слишком с этим. Бола еще впереди. Бола опасен, судя по всему. Бола толкается сильно. Бола улетел. Глотай песок и пыль. Молодой человек. Мистер Пикл законное шестое место получает. Хорошо. Бола настигает. Тут полицейские ограждения. Или что, зачинят канализацию? Я не понял. Не успел увидеть. Впереди зеленая машина. Бола слетел. Там сзади Наташа. За нами едет. Наташу мы трогать не будем. Тут что у нас дальше? Дальше ничего. Наташа сзади и мы едем. Просто едем. Впереди белая машина. Наташа пытается нас честно обойти. Наташа слетела, судя по всему. А Кира еще остался. Надо дрифтовать. Мистер Пиклс. 95 миль. Еще ехать. 140 там вроде было. Или 114. 140 было. Господи. Огроменные трассы становятся. А сколько будет последний дивизион? Наверное все 200 миль. Но посмотрим. Уолли впереди. Вот с Уолли у нас старые споры. Уолли получает первый раз. Получает второй раз. И сейчас чуть было не получил третий раз. И хотел нас сбросить под машину. И судмистер Пиклс избегает двух машин. Просто чудеса какие-то происходят в Кении. 105 миль. Господи, как мы медленно плетемся. Нам надо еще байк быстрее, чтобы мы быстрее преодолевали мили. Это шестое место всего лишь. Уолли приготовил шокер. Смотрите. И в ногу приготовил. И все-таки мистер Пиклс ударился. Об сакуру какую-то. Это не об столбик маленький такой ударился. Но мотоцикл хорошо пробил. А Наташа сзади седьмое место у нас. Ну не, Наташа. Ты должна поступиться местом, чтобы мистер Пиклс взял шестое. Наташа, смотрите в каком прыжке нас обошла. Мистер Пиклс тоже выполняет прыжок. Давай их пытаться на поворотах брать. Обходить. Ну что, это не сильно помогает. Не сильно помогает. Номер один еще здесь. Номер один уже давно. Далеко не номер первый. У меня тоже есть эта палка, но я не хочу ее переключать. Сейчас это не то, что нужно. Номера один надо столкнуть под белую машину. Номер один получает. Мистер Пиклс получает. Длинная трасса очень достаточно. Так, восьмое место. Номер один слетел аккуратно. Сейчас серьезные повороты начинаются. Седьмое место. Мистер Пиклс. Впереди Акира. Акира готовится удары открытой ладони совершить. Каратист. Это Хонда каратист. Акира нет. С лунчаками. Акира приверженец, наверное, китайского какого-то кунг-фу. Но Акира моего кунг-фу лучше, чем твое. Потому что против цепи еще никто не посмел выступить. И против мистера Пиклза, конечно же. Боже, какое эго раздутое у мистера Пиклза. Уолли впереди. У Солли старые счеты, потому что Уолли посмел. Шестое место. Посмотрим, кто занял первое. Тут должны быть новые какие-то персонажи уже появляться. Так. Раздавили байк, но это ожидаемо. Мы взяли сколько? Две трассы взяли и два штрафа получили. С каждым этапом трассы становятся все длиннее и длиннее. И на Мото тут у нас первое место получил. 6 тысяч. Мы 1200 получили. Ганс и Везунчик. Хорошо. И мы... 5700, следующая Италия. Ну давай еще Италию съездим. Я думаю, для серии этого будет достаточно. Для сегодняшней. Потому что легкий мы прогресс сделали. И Хонда сейчас получает немного. И подтверждает это. Хонда просто сущий макро-анимешник и подтверждает это. Хорошо. Впереди Алекс. Алекс получает легкая стычка. Нас сбрасывают с трассы, пытаются. Кто-то задавил курицу. Олег и остальные парни. Олег получает. Нина впереди. Нина опасна. Нина получает один раз. Хорошо. Нина сейчас будет нас преследовать, пытаться. И наше 11-е забрать. Тут у нас Олег замахивается. Нина получает. Алекс слетел, по-моему, с байка. Или это был Олег. Не знаю. Нина получает еще два раза. Мистер Пикклс набирает скорость. 10-е место. Олег сзади. Получает. Нина с красным ХП. Мистер Пикклс сбросил все-таки Нину. Ее байк плетется. Уже без своей наездницы. Нина очень любит эту быструю езду, да? Впереди сразу полицейская машина. Надо ее обойти. Мистер Пикклс, каким-то ты очень причудливым образом это делаешь. Но все-таки это получается. Впереди Беладона, вооруженная нынчаками. Наверное. Хотя, может быть, они меняют оружие и свои статы между уровнями. Хотелось бы, чтобы это было так. Бола еще. Обходим 6-е место. Так, как-то мы пытаемся брать этот 4-й дивизион. Но он не дастся так просто. Это уже все понятно. Еще одна полицейская машина. Офицер какой-то 88-й или непонятно какой. Подсвечиваются нам позывные только офицеров, которые на мотоцикле почему-то. Машины не подсвечиваются. Ну и нам не надо, чтобы они подсвечивались на самом деле. Их выдают ихние сирены. 6-е место. Мистер Пикклс впереди Беладона. Сколько нам надо было ехать? Надо, наверное, начинать смотреть на эти спидометры и рассчитывать как-то силы. И рассчитывать силы. Господи, куриц давят просто. Мистер Пикклс задавил куриц и врезался в зеленую машину. Быстро набрать скорость, потому что сзади Бола уже обходит. 8-е место. Телефон звонит. Это будильник. Не, никаких будильников. Я хочу Италию доехать, чтобы испить потом вина на перерыве между этими и закусить пиццей. Впереди Бола, его надо взять. Бола, получаешь удар легкий. Хорошо. Далее шо у нас? Бола не отстает. Я вижу его в зеркале заднего вида. Бола аккуратно. Красная машина. За рулем орки. 54 мили мы отъехали. И надо теперь какие-то... Это, наверное, овечка прошла. Пока что затишье какое-то есть. Я не хочу каркать, потому что если я сейчас начну говорить про затишье, появится, конечно же, очередной вертолет. Шо нам не очень хорошо. Слушайте, очень много животных на трассе. Прям больше, чем в Японии. Номер один. Номер один световую фарой просто в лицо Мистеру Пикклзу. Мистер Пикклз, как-то ты медленнее стал подниматься с байка. Десятое место, это не то, что нужно, двенадцатое. Какой стыд и позор, кричит Нина. Глотай пыль, Мистер Пикклз. Нина, ты получишь за это высказывание. Мистер Пикклз объезжает Нину. Не, Нину еще не объехал. Нина впереди. Машина откуда-то появилась. Надо набирать скорость и проходить эту трассу. Всеми правдами и неправдами. Хоть какое-то место взять. То, что мы тут первые не получим, это ясно. И Нина тоже с этим согласна, потому что она еще тоже ни одного первого не взяла в четвертом дивизионе. Так. Акира получает. Нина получает. Нина вернулась. Хорошее у нее уклонение. Впереди машина. И может быть вторая машина. Может быть опасно немного. Нина получает два раза. Бола получает. Нина еще раз хочет получить. Впереди я видел машину. Фиолетовую. Хорошо. Объехали. Далее Нина. Все еще Нина. Серия Нины просто какая-то. Слушайте, она за нас хорошо взялась. Бьет, значит любит, наверное, думает Нина. Получает еще удар цепью? Не получает. Она нас... Даже в прыжке она нас обходит. Посмотрите, какова вертихвостка просто настоящая. Нина замахнулась. Нина получила. Но это... Нина не слетает еще с байка. Я ее толкаю. Аккуратно. Впереди красная машина. Надо ее объехать. Так. Номер один получает. Слушайте, драки становятся серьезнее. Я в прыжке пытался ударить, но не получается у меня. Надо забирать свое законное шестое место, мистер Пикклс. Как ты думаешь? Номер один не согласен с этим, но получил цепью один раз. Второй раз. И третий раз нам прописал. Но я ему тоже прописал. Он слетел. Седьмое место. Борьба тут вообще за каждое место будет. Впереди Нина. Мы набираем скорость. Хорошо, что нет вертолетов пока. Что 107 миль. Еще ехать и ехать. Мистер Пикклс. Бола впереди. Так, надо набирать еще большую скорость. Но мы вряд ли уже призовое возьмем. Мы их просто не догоним призовых. Просто не догоним. Наверное, надо, чтобы здесь на этом байке получать призовое место. Ехать вперед. И ни разу не ударяться никуда. И мистер Пикклс сейчас чудом избежал и тут же вписался. Восьмое место. Леди, шо вы смотрите? Леди стоит какая-то на обочине и смотрит. Десятое место, мистер Пикклс. Давай хоть байк мне разобьем. Доедем трассу. Надо с честью доехать трассу. Мистер Пикклс весь в синяках, конечно, и в царапинах после этих падений. Ну, шо поделаешь. Впереди Нина. Нина решила, наверное, не может покинуть просто так мистера Пикклса. Кто-то врезался в машину. Мистер Пикклс объезжает каким-то чудом эти две машины. И забирает шестое место. Впереди офицер 41. И мистер Пикклс каким-то образом обошел еще нескольких человек. Надо будет записи пересмотреть. Сейчас просто повезло. Ну, байк давит, это все понятно. Давайте посмотрим. 1200 нам дадут. Номер 1. Это девушка? Даже на заре своей карьеры гонщика я не делал таких ошибок. Но я что-то не вижу тебя в первых местах, номер 1. Смотрите, какая она жесткая. Я не знал, что это номер 1, что это девчина. Блонди такая. Ничего себе вертихвостка с цепью. Так, ребята. Следующая Япония. Господи, давайте уже на следующую серию оставим. Наверное. Потому что трассы длинные становятся. Так, пароль МСС-40, ЯКО, Я. Следующую начнем без оружия, конечно же, да. Ну, какое-то мы и сделали прогресс. Мы 69 тысяч у нас. 6 тысяч 900. Ни одна трасса на четвертом не пройдена. Но мы хотя бы на них на всех поездили, вроде бы. Да, и вроде на всех зацепились. И посмотрели, что здесь будет очень жестко. В магазине мы приобрести 13 тонн у нас есть. Мы ничего не можем. 16 стоит следующий байк после нашего. А те, которые слабее нашего, не имеет смысла брать. Тут, кстати, 120 лошадиных, которые за 16 тонн продаются. А в супербайке в первом, в Корсаре, 100 лошадиных только. 120 на Кавасаки. Но 21 тысячу надо будет формануть каким-то образом. Нужно за кадром формануть. Хотя за кадром это же неинтересно, ребята. Будем все вместе играть. Все, следующая Япония. Наверное, в следующей серии увидимся. И будем четвертый дивизион пытаться брать. Вертихвостка Нина и номер один, который оказался девушкой, тоже получат все цепью. И наша BDSM гонка будет продолжаться. Японцы тем более любят всякие тентакли и такие всякие темы. Окей, увидимся в следующей серии, друзья. До свидания.